Всем привет! Это видео о том, как восстанавливать удаленные или утерянные фотографии формата RAW. Изображение формата RAW – это такое фото, которое сохранено камерой на карту памяти с минимальной обработкой. И хотя все уже привыкли слышать о RAW фотографиях, тем не менее RAW – это скорее обобщенный вид большой группы форматов необработанных или сырых фото, формат которых у каждого производителя фотокамер свой. Так это RAW или RV2 для Panasonic, CRW или CR2 – Canon, MRW – Konica, MRW – Minolta, ORF – Olympus, ARW – SRF – SR2 для Sony, DCR – KDC – Kodak, NEV – NRW – Nikon, PTX – PEV – Pentax, RAV – Fujifilm, CRW – Samsung, RAV – RWL – DNG для Leica, A также Bay – для Casio, X3F – для Sigma, ARRI или DPX – для ARRI, ERF – Epson, 3FR – у Hazelblad, MEV – Mamiya, R3D – RedOne, DNG – в PO – Adobe. О восстановлении фотографий описанных форматов мы и поговорим в этом видео. На самом деле тема восстановления RAW изображений очень обширна. Но в данном видео мы детально остановимся на том, как восстановить RAW файлы, которые были утеряны или удалены в результате следующих, наиболее часто встречающихся причин. Это удаление по ошибке. Это наиболее распространенная причина утери RAW или любых других фотографий. Форматирование или ошибка форматирования. Чаще всего речь идёт о необходимости восстановления RAW фото после форматирования именно карты памяти. И дело не только в том, что фотограф сам форматирует карту памяти. Иногда пользователь встречается с ошибкой «Диск требует форматирования» при подключении камеры к ПК. Неправильное обращение с картой памяти и повреждение файловой системы Файловая система носителя информации может быть повреждена в результате извлечения карты памяти из камеры или её отключения во время сохранения или копирования данных, а может и вирусной атаки. В результате, карту памяти или флешку невозможно будет использовать без предварительного форматирования. Ошибка копирования или переноса данных с камеры на ПК. RAW фотографии могут быть удалены или утеряны в результате внезапного отключения питания компьютера или камеры во время копирования или переноса данных с памяти фотоаппарата на компьютер или ноутбук. Как же вернуть утерянные RAW-фотографии? Утерянные или удаленные с камеры, флешки или компьютеры RAW-фотографии можно восстановить до того момента, пока они не были перезаписаны другими файлами. Для этого будем использовать Hetman Photo Recovery. Ссылку на страницу программы оставляю в описании. Итак, допустим, что у нас есть карта памяти с RAW-изображениями. При очередном подключении к ПК мы обнаружили, что по какой-то причине произошел сбой, который привел к ошибке ее форматирования или повреждению файловой системы. В результате чего мы столкнулись с ошибкой форматирования. То есть доступ к нашим RAW-фотографиям утерян, а в результате форматирования они будут удалены. На самом деле ситуация может быть абсолютно любой. Такой, которая требует действий по восстановлению утерянных RAW-фотографий. Чтобы восстановить наши RAW-фото, запускаем Hetman Photo Recovery. На первом окне нажимаем Далее. И выбираем нашу карту памяти. Кстати, если при подключении карты памяти к ПК с помощью самой камеры, программа ее не видит, подключите ее к ПК с помощью кардридера. Кликаем на ней дважды. Быстрое сканирование скорее подойдет, если вы просто случайно удалили файл. При проблемах с файловой системой или после форматирования карты памяти лучше использовать глубокий анализ. Далее. Укажите критерии для поиска файлов. Кроме стандартных критериев поиска фотографий по размеру и дате, утилита предлагает выбрать типы файлов для поиска. И RAW-файлы здесь представлены целым разделом. Ведь Hetman Photo Recovery предназначена для восстановления файлов именно фотоформатов, в том числе и большинства разновидностей RAW. Выберите желаемый формат для поиска или укажите все RAW-форматы, но можно и все файлы, дальше я расскажу почему. И нажмите Далее. В результате запустится процесс анализа вашего носителя информации. Дождитесь его окончания. После окончания анализа Hetman Photo Recovery отобразит все обнаруженные файлы изображений. Кликнув по интересующему, можно посмотреть его в окне предварительного просмотра, а также оценить его качество в окне свойств, увидеть размер, дату создания и утери или удаления. Если результат сканирования вас устраивает, можете переходить к сохранению найденных файлов. Если нет, то хочу, чтобы вы обратили внимание на следующее. RAW-файл – это большой и сложный файл, который содержит максимум информации о снимке, поэтому, если качество восстановленного файла вас не устраивает, он восстанавливается битым или поврежденным, то иногда стоит просканировать носитель еще раз, только с поиском всех возможных файлов. В результате Hetman Photo Recovery может обнаружить данное фото только не в RAW-формате, а в JPEG или TIFF. И это нормально, так как при условии сильного повреждения носителя или фотографий, программа пытается восстановить данные с помощью сигнатурного анализа. Это может привести к изменению формата фотографии, но часто качество сопоставимо с оригиналом. Выделяем RAW-файлы изображений, которые необходимо восстановить и нажимаем Далее. Выбираем способ сохранения. Категорически не рекомендуется сохранять восстанавливаемые файлы на тот носитель, из которого вы их восстанавливаете. Так их можно перезаписать. Указываем папку для сохранения восстановленных файлов и нажимаем Восстановить. Готово! Переходим в папку, которую мы указали при восстановлении. Как видим, все указанные файлы восстановлены. Если с карты памяти или другого носителя информации, кроме RAW-фотографий вам необходимо восстановить также видео файлы, то вы можете это сделать с помощью Hetman Partition Recovery. Ссылку на программу я также оставляю в описании. И хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что при случайном удалении файлов, в 99% случаев у вас с их восстановлением никаких проблем не возникнет. А при неправильном обращении с картой памяти и камерой, ошибке или повреждении файловой системы, качество восстановления данных будет зависеть от множества факторов. А это значит, что восстановление 100% данных в 100% качестве не всегда даже физически возможно. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если данное видео было полезным. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.